Друзья, я в Звенигороде, в культурном центре имени Любовь Петровны Орловой. Вот сколько я занимался Орловой. Вообще, наверное, одна из моих первых героинь была именно она. Но вот на ее родине оказался впервые. Смотрите, хочу вам показать. Здесь очень много интересных фотографий Любовь Петровны вместе со своей матушкой. Знаете, у нее был такой характер непростой. И когда Любовь Петровна была уже замужем за Григорием Александровым, то они порой сбегали с улицы Немировича-Данченко, уезжали в метрополе, а то там скрывались, говоря, что они на самом деле на съемках. Что здесь интересного? Ну, посмотрите, во-первых, личные вещи Любовь Петровны. Вот ее шляпка, ее обувь. Кстати, вот эта шляпка однажды чуть не сыграла с ней, ну, не самую веселую роль. Любовь Петровна в 41-м году, тогда война уже началась, и она приехала на дачу. Идемте, я вам покажу эту дачу. Невероятная совершенно была дача во Внуково. Сегодня там уже другие владельцы, и имя это владельца известно, не буду называть, потому что от дачи он не оставил ничего. Так вот, она решила в этой самой шляпке, а как же без нее, прогуляться. А тогда прошел слух, что на Москву сбросили альпийских стрелков, и Иосиф Прут, драматург, который стоял в обороне этого самого внуковского поселка, уже направил ружье на его Петровну, но она вовремя обернулась, он, конечно, ее узнал, и все обошлось. Вот, вы знаете, я думаю, вот что самое главное? Самое главное, конечно, это наша вера, потому что я пришел сюда, и мне сказали, что это платье Любови Петровны, что это ее гримировальный столик, который прибыл сюда из театра имени Моссовета, и для меня просто все поменялось. Думаю, боже мой, вот на этом стуле сидела Орлова, вот она гримировалась за этим столиком. Кстати, здесь интересная фотография, она попала в театр Моссовета, когда уже ее кинокарьера пошла, но не то чтобы на спад, она была мудрая женщина, понимала, что сниматься уже не будет, и вот тогда, тогда Александров снял фильм «Весна», помните, там был Ростислав Янович Пляд, Раневская, которая говорила, красота – это страшная сила. И вот Любовь Петровна была подготовлена к переходу уже в этот театр, она там служила, был знаменитый спектакль «Милый лжец», в котором она произносила эту фразу, чуть-чуть приподнимая юбочку, говоря, что мне 39 и никогда не будет ни на один день больше, и зал взрывался аплодисментами. У меня было много знакомых, которые мне про Любовь Петровну рассказывали, я думаю, я сниму отдельный фильм про Орлова, там это все расскажу, а вот здесь, взгляните, пожалуйста, здесь представлена сумочка Любови Петровны, она ведь очень много ездила за границу, была одна из таких главных выездных актрис Советского Союза, и ее перчатки, но вот перчатки порой ее спасали, потому что она, живя в Звенигороде, ездила в Москву и продавала молоко, но еще когда девчонкой совсем была, и вот она возила эти бидоны с молоком, и руки были, конечно, изувечены после вот этой тяжести, и она их скрывала. Да, смотрите, что, идемте. Хочу вам показать две уникальные совершенно фотографии. Одна из фотографий, на которой Любовь Орлова с Марлин Дитрих. Вот существует такая легенда, будто бы Орлова так не любила Дитрих, что она от этой фотографии отрезала себя. Но мы видим, что неправда, жива фотография, прекрасно себя чувствует и готова предстать перед вами. Но Александров, который побывал в Голливуде, одним из первых советских режиссеров вместе с Сергеем Эйзенштейном, он, конечно, очень многое позаимствовал от Марлин Дитриха. Вот этот образ Марион Диксон в фильме «Цирк», конечно, это копипаст просто на нашу советскую действительность, и Любовь Петровна играла отчасти роль Марлин Дитрих в советском кино. Здесь же уникальная фотография. Любовь Петровна Орлова, Александр Григорь Васильевич и Чарли Чаплин. Они действительно были дружны. И, мало того, сами Александров и Орлова друг друга называли Чарли и Спенсер. И вот Любовь Петровна в шутку говорила, что я все время приезжаю к Чаплину в гости для того, чтобы посмотреть, в чем его жена, ну что надо носить-то. А каждый раз приезжаю, она беременная. И постоянно, что же мне платят для беременной, что ли носить. Кстати, задавали вопрос, ну всегда добрые люди найдутся. Любовь Петровна, а почему у вас детей-то нет? Любовь Петровна отвечала, почему нет? Мой Гриша иногда заменяет мне двойню, иногда заменяет тройню. Знаете, как-то приехал Феллини в Москву и повезли, конечно, в гости к Александрову в эту роскошную, вот еще эта фотография, вот эта дача. Но вы ее видели, если вспомните фильм певицы Алсу. Вот снимали ведь именно здесь, она с Сергеем Маковецким. Успе, я уже не помню, как эта певица называется, но дачу запомнил. И когда вот Федерико Феллини приехал в гости во Внуково, Александр сказал, Федерико, ну извините, погода такая плохая, правда, какое дождливое было время, и вдруг вышла Любовь Петровна. И Феллини сказал, почему дождливая? А вот и солнце появилось. Но и для меня сегодня в Звенигарде тоже появилось солнце, имя которому Любовь Петровна Орлова.